В это время немцы контратаковали наших батальоны, и полк стал отступать. И начальник штаба сказал, ребята, сделайте что-нибудь, мне надо знамя вынести. А положение такое, если знамя попадает в руки врага, то начальник штаба и командир полка предается военному трибуналу, а полк расформировался. Я знал, что в немецких окопах всегда есть оружие. Я своему напарнику говорю, сейчас я сбегаю, посмотрю, действительно, я нашел немецкий пулемет, МГ-42, это очень хороший пулемет, зарядил и положил цепь. Ну, я там никого не убил или убил, я не знаю, но цепь немцев шла и сразу залегла. Я отошел на пригорок и своему напарнику говорю, давай ты прикрой, я сбегу и еще пулемет возьму. Я прибежал туда, действительно, нашел пулемет, две коробки, каждая коробка по 19 килограмм, потом еще ствол с опасной. Только побежал, и вот эта цепь, которую я положил, немецов, поднялась. Я вижу, как немец целится и стреляет в меня. Я нес пулемет вот так, на плече. Пуля прошла вот здесь, вот этот ноготь слез, но крови не было, то есть пуля вот чуть-чуть задела и в приемник. Если бы у меня пулемета не было, я там бы и остался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА